Круг добра стал шире, и теперь еще больше детей получат помощь от государства. Перечень тяжелых и редких заболеваний, лечением которых занимается одноименный фонд, стал больше на несколько позиций. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также теперь фонд будет помогать не только с лечением, но и с реабилитацией. Подробнее Анна Парпура. Пойдем, Василиса. Гуляет Василиса пока только по палате. Девочка буквально привязана к стойке с лекарством. Уже шестой день она получает его круглосуточно. У малышки опухоль надпочечников. Этот препарат будто волшебный, уничтожает раковые клетки по всему организму. И цена у него фантастическая – 20 миллионов рублей. Для семьи из Саратова его приобрел фонд Круг Добра. Мы не осилили, это 20 миллионов, это неподъемная сумка. Сейчас у Василисы четвертый курс терапии. Всего нужно пять. Но врачи уже уверенно говорят о положительной динамике. Так, за два года существования фонд помог уже четырем с половиной тысячам детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. На это ушло около 100 миллиардов рублей. Непература нет, у меня все нормально. Да. Мыслями 14-летний Миша уже ставит рекорды в бассейне. Семь лет он серьезно занимается плаванием. Тренировки пришлось прервать из-за операции. В левой руке у мальчика стоит протез. Там закончился запас, нужно было менять протез. Вот мы поменяли в пятницу на новый. Прошло уже четыре дня, я уже более-менее хожу, более-менее бодренький. После этой операции о хирургии ребенок сможет забыть. Ему поставили высокотехнологичный раздвижной протез, который будет расти вместе с Мишей. В самом протезе есть моторчик, который от электромагнитный гибель начинают раскручивать и удлиняется сам. В среднем удлинение может убить от 5 до 8 сантиметров максимальное. Растущие эндопротезы изготавливают индивидуально для каждого пациента за рубежом. Само изделие и его установку тоже оплачивает Госфонд. Он был создан в 2021 по поручению Владимира Путина. А с этого года круг добра стал еще шире. В него включили ряд редких заболеваний. Теперь фонд будет помогать пациентам не только в лечении, но и в реабилитации. Фонд планирует к закупке дорогостоящие технические средства реабилитации. В том числе те средства, которые будут реализовать опорно-двигательный аппарат. Это очень важно. Помимо этого фонд будет также оплачивать приобретение лекарственных препаратов для детей, достигших 18 лет. А в течение года после совершеннолетия фонд будет продолжать покупать лекарства, которые покупал и ранее. А значит, жить полноценной жизнью смогут больше детей, а круг добра, как символ, не прервется. Анна Парпура, Артем Куковский, Елизавета Максимова, МИР24. Анна Парпура, Артем Куковский, Елизавета Максимова, МИР24. Артем Куковский, Елизавета Максимовinea, Нivering Бак Herrera-мас meters versus индивид Это заестрice чекоменн하� lik. Анна Парпура, Артем Куковский, Елизавета Мас